В столице Чувашии прошел международный театральный фестиваль для особенных детей. Одинаковыми быть нам не обязательно. В течение четырех дней кукольный театр со всей России и ближнего зарубежья дарили детям сказку. На этом сюрпризы для малышей не закончились. Они ощутили себя настоящими наездниками. Об особенностях ипотерапии в нашем следующем материале. Когда традиционные методы лечения не дают нужного результата, на помощь приходят они. Катание на лошади успокаивает нервы, снимает стресс, выравнивает осанку. Но оздоровительный эффект заключается не только в этом. Это общение, это прямой контакт с живым существом, которое само нуждается в любви и заботе. Это непосредственное взаимодействие, когда необходимо проявить в себе навыки, быть может, управленца. Это возможность прогревать спазмированные и будить спящие мышцы за счет тепла, который идет от лошади. И за счет ее лечебного импульса. Не каждая лошадь подходит для ипотерапии. Животное должно быть определенного роста, физически развитым, дружелюбным и, самое главное, терпеливым. Конь по кличке Пегас в этот день стал настоящим другом для многих ребят. Дети вели себя, как настоящие наездники. Вытягивали спины и даже пытались отдавать команды. Многие из них впервые увидели лошадь, но боязни не было ни у кого. Я сегодня первый раз. Сегодня мне понравилась лошадка кататься. Мне очень лошадка понравилась. Теплая, красивая. Другое направление фестиваля – сказкотерапия и куклотерапия. Ребята смогли не только увидеть, но и прочувствовать спектакли. В Чебоксарах театралы собираются уже в третий раз. С каждым годом идей и предложений становится больше. Теперь мы пишем заявки, проекты и добиваемся того, чтобы соединить театр и ипотерапию. Дети могут здесь заниматься спокойно, а потом мы здесь найдем, скорее всего, на этом же предприятии помещение, где мы будем показывать сказки. Один ребенок занимается, другой смотрит сказку. Посмотрел, сказку пошел заниматься. А тот ребенок, который занимался, к нам. Вот все очень просто достаточно. Но зато эффект в разы увеличивается. В этом смысл. Снять коммуникативные барьеры между детьми с ограниченными возможностями и здоровыми малышами. Сделать так, чтобы особые ребята были открыты миру. И самое главное – радовались каждой минуте жизни. Таковы задачи фестиваля. Различные терапии помогают не только физически, но еще и морально. А благодаря этому справиться с болезнью становится легче. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика.